Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 марта. Житие преподобного отца нашего Макария Калязинского. Преподобный Макарий Калязинский происходил от благородного рода тверских бояр-кожаных. Он родился в селе Грибкове в Версах Восьми от города Кашино. Теперь это селение называется Кожино. Родители, его отец Василий Кожа, прославившийся военными подвигами при великом князе Василии Васильевичем Темном, 1425-1462 годы царствовал, и мать Ирина отличались благочестием и воспитывали детей в своих добрых нравах. До пострижения в монашеса Макарий носил имя Матфея. На седьмом году родители отдали его в обучение грамоте. Юному Матфею она отдавалась скоро, и он скоро пристрастился к чтению. Читая божественные книги, он вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное. Родители видели это и радовались. Матфей удалялся от детских забав, и когда стал приходить в более совершенный возраст, начал думать о суете мирской жизни и помышлять об удалении от нее. Он постоянно помнил слова Спасителя. «Если хочешь быть совершенным, иди и продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и гряди вслед мне». Он и хотел последовать всем словам. Родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество, хотя и видели, что желания его искренние. Они говорили ему, что и в миру можно спастись, напоминали слова святого Яна Златоуста. «На возбраняющих брак приводили библейские примеры и новозаветных святых, спасшихся в миру и живших брачной жизнью». Матфей, как негорячо желал удаления от мира, все-таки понимал в силу родительских доводов. И как покорный сын не хотел огорчать их, он сказал, «Да будет воля Господня, я не противлюсь вашему желанию». Родители были рады такому решению сына. Они сочетали его браком с девицей Еленой из семьи дворян Яхонтовых. Вступивший в брак, Матфей, однако, не переставал думать о том, чтобы со временем удалиться от мира. Проводя в супружести благочестивую и чистую жизнь, он заключил с женой условия, что тот из них, кто переживет другого, не останется в миру, не вступит во второй брак, а примет монашество. Через год после женитьбы Матфея умерли его родители, а потом еще через два года, по воле Божией, скончалась его супруга Елена. Теперь Матфей ничего другого не желал, как исполнить давнее свое намерение, покинуть мир и принять иноческое пострижение. Ничто не мешало ему теперь осуществить свое желание. Немедленно он по заповеди Христове раздал свое имущество нищим и ушел в ближний монастырь Клобуковский, подле города Кашино, и послигся в иночество с именем Макария. С горячей ревностью стал он проходить монастырские послушания, повинуясь не только игумену, но даже самым младшим из братьев, со всяким смирением и кротостью. Неуклонно посещая Храм Божий и неустанно трудясь в разных монастырских работах, он остальное время посвящал молитве и бдении, усердно читая «Жития святых» и другие божественные книги, стараясь подражать примерам прежних подвижников и сохраняя в сердце назидательные слова, подчеркнутые из прочитанных книг. Подвиги молодого инока возбуждали удивление всей монастырской братьи. Немало лет поживши в Николаевском Клобуковском монастыре, Макарий стал помышлять об уединенной жизни. Укрепившись в этой мысли, он открыл ее игумену и стал просить его благословения. Игумен, видя искреннее желание Макария, дал ему отеческое наставление и благословил на новый путь подвижнической жизни. Макарий нашел для себя место, соответствовавшее его желаниям, недалеке от Кашина, в восемнадцати верстах, влез реки Волги, между двух небольших озер в густом лесу. Здесь он поставил себе келью и стал подвязаться в посте, молитве и бдении. Никто не мешало его уединенному подвигу. Дикие звери не нападали на него, а ласкались, и он делил с ними свою скудную пищу. Но недолго Макарий подвязался в полном уединении. К нему скоро стали собираться другие подвижники, и прежде всего пришли семь стартов из Клобуковского монастыря. Собралось немало иноков и из иных мест. Около кельи Макария возникли новые кельи, и составилось пустынное братство. Это новое братство нуждалось в храме Божьем для общей молитвы и принятия святых тайн. Преподобный Макарий со своими сподвижниками построил небольшую деревянную церковь во имя живоначальной троицы, с благословения тверского архипастоля. Братья пустынное постоянно умножалось, и явилась неизбежная потребность иметь своего священника и вместе игумена. Сам Макарий по своему смирению не хотел принять этого звания, а предлагал его другим, хотя руководил всею подвижнической жизнью новой обители сам. Он взял строгий порядок монастырского общежития со строгим уставом. Он установил правило не держать в обители хмельного питья, не есть и не пить по кельям, а только в общей трапезе. Сам он показывал пример строгой жизни, трудолюбия и смирения. Со всеми он обращался просто и ласково. При встрече с каждым из своих братьев, не взирая на возраст, он говорил старчушно-добрый и называл по имени. Устав монастырской жизни, введенный преподобным Макарием, был такой строгий, что не все могли соблюдать его так, как желал основатель обители. Один за другим смещены были два игумена за нарушение этого устава. Братья умолили наконец Макария, чтобы он сам принял сам священство и власть игумена. После долгих отказов Макарий наконец согласился и в сопровождении нескольких иноков отправился в Твердь, где и поставлен был в игумена епископом Моисеем. Невыразимо обрадована была братья, когда узнала, что преподобный Макарий возвращается в монастырь сани игумена и устроила ему торжественную радостную встречу. Несмотря на принятие игуменского сана, Макарий по-прежнему вел самый простой образ жизни, ходил в худых одеждах и показывал пример во всех монастырских трудах. Основание Макария новой обители, хотя и в пустынном месте, в диком лесу, не всем, однако, было приятно. Владелец окрестных земель некто Иван Коляга с самого поселения Макария посмотрел на него неблагосклонно. А когда устроена была церковь, увеличилось братство, и Макарий стал игуменом, то нелюбовь эта превратилась в злобу и открытую вражду. Коляга боялся, что с возникновением обители так или иначе отойдут к ней его земли, и решился устранить Макария, хотя бы пришлось для сего прибегнуть и к убийству. Но по воле Божией такой злой умысел не только не осуществился, но лишь послужил в пользе обители и славе преподобного Макария. Сначала постигла смерть семью Коляги, а потом и сам он спал в тяжкую болезнь. В таком несчастье он усмотрел на конец Божьей наказания за сей тяжкий грех и за злой умысел против Макария, раскаялся и приказал нести себя к преподобному. У ног Макария он со слезами рассказал о своем замысле и просил прощения и молитв. Макарий, видя искреннее раскаяние своего врага, сказал «Бог простить тебя», и долго поучал его, говоря о тленности земных сокровищ и о мирской суете. Кроткое поучение Макария так подействовало на Колягу, что он решился сам оставить мир, постригся у преподобного Макария и все земли свои отдал в пользу обители, которые с тех пор сам Макарий ради смирения стал именовать Колязина. Слухи о строгой иноческой жизни Макария в новой обители, получившей от него строгий устав общежительных монастырей, стали распространяться не только в окрестностях, но и в местах отдаленных. К Макарию стали стекаться разные люди, жаждавшие спасения миряне и иноки из мест ближних и дальних. Раз пришли к нему два юноша боярского рода, которых он давно знал, принявши их в свои кельи, как обыкновенных путников, он стал расспрашивать, куда и зачем они идут. Путники ответили, что они возымели желание оставить мир и поселиться в какой-нибудь пустыне. «Зная тебя с детства, — говорили они, — и помня твою прежнюю любовь и поучение от Божественного Писания, и слыша теперь о твоем строгом иноческом житии, пришли просить тебя принять нас к себе на послушание». Преподобный, желая испытать их, сказал, «Человек, я грешный, а потому и поселился в пустыне, чтобы молить Бога о прощении моих грехов. Вы же возвратитесь к своим родителям, чтобы не огорчать их». Но юноши пришли с решительным намерением остаться в монастыре под руководством славного, хотя и смиренного подвижника. Они со слезами стали умолять его принять их в общину. Видя в юношах искреннее и нелицемерное желание посвятить себя иночеству, Макарий принял их в свой монастырь и после достаточного искусства удостоил их пострижения в иночество. Мудро правя все умножавшимся братством, Макарий проводил время в посте, молитве, трудах и бдении. Он усердно читал в Святое Евангелие и другие Божественные Писания и непрестанно поучал спасительному пути как братьев, так и всех приходящих. Отчевицам и свидетелям подвижнической жизни Макария и строгости его монастырского общежительного устава был знаменитый подвижник монашества того времени святой преподобный Иосиф Волоколамский. Вознамерившись основать новый монастырь по правилам строгого общежития и спафнуть его Боровского монастыря, он отправился путешествовать по северным русским обителям, чтобы видеть иноческую жизнь и изучать монастырские порядки и уставы. В этом странстве зашел он и в Макария в Калязин монастырь, видел преподобного Макария, беседовал с ним и оставил следующее повествование в своем сказании о святых отцах. «Видел я, — говорил преподобный Иосиф и блаженного старца Макария Игумена, создателя монастыря Калязинского. Он поведал мне следующее. Когда я пришел на это место, — сказал он, — со мной пришли семь старцев из монастыря Клобуковского. Они были так совершенны в добродетелях и в постническом и иноческом житии, что вся братья приходила к ним принимать по учению пользу. И они, просвещая всех, учили полезному. Тех, которые проводили жизнь в добродетелях, они укрепляли, а которые уклонились в бесчинство, тем воспрещали, возбраняли и не допускали поступать по своим волям». Преподобный Иосиф Волоколамский, пояснение, родившийся в 1440 году, постриженник преподобного Пафнутия Боровского, в 18 лет бывший его учеником, в 1479 году основал свой монастырь в Успенске в 18 верстах от города Волоколамска и дал этому монастырю строгий под общежительный устав. Известен преподобный Иосиф как писатель, горячо обличавший ересь жидовствующих и защищавший права общежительных монастырей на владение населенными землями. Скончался 9 сентября 1516 года. «Такое, по словам Макария, продолжает преподобный Иосиф, было тогда в монастыре благоговение и благочиние. Все делалось согласно отеческим и общежительным преданиям. Так что дивился великий старец Митрофан Бывальцев. Он пришел тогда со Святой горы Афонской, прожив на Святой горе 9 лет. Он говорил, братья, напрасно я трудился и без успеха совершил такой дальний путь в Святую гору, мимо Калязинского монастыря, ибо можно спастись и в нем живущим. Здесь все делается подобно кеновиям, находящимся в Святой горе. Из Калязинского монастыря, опищавшегося такой благочестивой жизнью, еще при жизни преподобного Макария вышло несколько основателей новых монастырей. Таков преподобный Ефрем Перекомский, кашинский уроженец, основатель монастыря в Новгородской области на озере Ельмень. Он начал свое подвижничество в Макаревой пустыне. Преподобный Паисий Угличский был родной племянник преподобного Макария, сын его родной сестры Ксении, бывшей замужестью за Иваном Гавреневым, служилым дворянином угличского удельного князя Андрея Васильевича Большага, брата великого князя Иоанна Васильевича. Он подвизался в Калязинском монастыре своего дяди преподобного Макария и оттуда вызван был угличским князем Андреем Васильевичем и по его желанию основал Покровский монастырь в трех верстах от Углича. Собрал немалую братьев и вел строгое общежитие, подавая братьям пример в трудах, посте, молитве и бдении. Благочестивая жизнь Макария была славна перед людьми и угодна Богу. Молитва его была чудодейственна. По силе этой молитвы Бог даровал многим утешение в скорбях и исцеление от недугов и болезней. В Кашинском уезде было и теперь существует село Кесово или Кесово-гора. Жил там некто Захарий. Он долго болел, был расслабленный. Много он слышал о силе молитвы Макария перед Богом и стал просить близких, чтобы свезли его к преподобному игумену Калязинскому. Когда его привезли, то он горько плакал перед игуменом и умолял «Преподобный, отче Макарий, помоги мне, лежащему в расслаблении!» Преподобный отвечал «Принесли тебя, брат, искушать мою немощь. Как ты просишь помощи от грешника, едва нечто мало истяжавшего себе для исправления?» Но расслабленный продолжал вопиять «Знаю, раб Божий, знаю, что молитва твоя перед Богом обо мне грешным и окаянным не останется тщетною». Видя искреннюю и глубокую веру больного, Макарий сказал «Чадо!» При благии Бог не хочет смерти грешника, а жизни и обращения ко спасению. И какими ведает судьбами, приведет его ко спасению через покаяние. Тебя постигло Божие посещение. «Если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше всего». Больной тогда со слезами исповедал перед Макарием свои грехи от дней юности. И преподобный, помолившись, преподал ему благословение, а с ним вместе возвратил здоровье больному. После он стал священником в своем селе и всю жизнь не забывал наставления преподобного Макария. Через некоторое время к преподобному привели юношу боярского рода Василия Рясина, страдавшего обеснованием. Преподобный, видя страдания больного и скорбь приведших его людей, пришел в умиление и стал служить молебен о его здравии. Когда после молитвы преподобный осенил больного крестным знаменем, тот исцелился тот час и, обрадованный милостью Божией, не хотел уж возвращаться в родительский дом, а решился остаться в обители и принял и иноческое посвяжение от Макария. Однажды воры захватили монастырских валов, которые братья употребляли для полевых работ. Только хищники хотели угнать свою добычу, как внезапно поражены были слепотою и долго блуждали по окрестностям монастыря. В конце концов, они оказались опять у обители, с похищенным. Преподобный Макарий, обозревая монастырское хозяйство, увидел похитителей и, как бы не зная, в чем дело, спросил, зачем они тут, и как оказались у них валы. Преступники сознались в своем злом умысле и, повершив с ногам его, просили прощения. Преподобный простил им грех, молитва избавил от слепоты и запретил впредь покушаться на подобные злые дела. Устроившись строгое монастырское общежитие и привлекшись святостью своей жизни и неусыпными трудами многочисленную братью, преподобный Макарий еще при жизни своей успел создать обеспечение для материального существования братья. Он отдал в новооснованный монастырь свою родовую вотчину. Кроме упомянутого ранее соседнего земледельца Ивана Каляги, были и другие постриженники Макария, которые записывали за его монастырем свои земельные владения и клали вклады вещами и деньгами. Слава подвигов Макария привлекла жертвы в монастырь с разных сторон, о чем свидетельствуют дошедшие до сего времени документы. Верской князь Борис Александрович около 1461 года приписал к Калядину монастырю Николаевский монастырь на жазне с его землями. Княгиня Феодосия Ивановна, дочь князя Ивана Борисовича, пожертвовал село Васильевское с деревнями Селищем и Спировым. Князь Александр Романович – село Константиновское с семью деревнями. Было много и других вкладов – пустошами и населенными землями. Но преподобный Макарий заботился не столько о материальных благах обители, сколько о своем душевном спасении и об указании другим спасенного пути, примером и учительным словом. Он поступал по евангельскому слову. «Ищите прежде Царствие Божие и правды его, и прочее все приложится вам». Такой жизни преподобный достиг глубокой старости. Несмотря на то, что телесные силы его ослабели, он продолжал предаваться бдении и молитве. Многие его, как твердые столпы, стояли на молитве день и ночь. В 1483 году в марте месяце его постиг тяжкий недуг. Он почувствовал приближение своей кончины и стал безмолвствовать. Потом призвал к себе братья и сказал, «Возлюбленные отцы и чада, я, как и все земнородные, отхожу в путь отцов моих, а вас предаю Господу Богу, могущему наставить вас и дать вам наследие вечное. Всячески пекитесь о своем спасении, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве. Вблюдите чистоту душевную и телесную. Не воздавайте зла за зло или досаждение за досаждение. Разумейте, братья, если я имею дерзновение к Богу, то по моем отшествии сия обитель не оскудеет, но распространится». Благословивая, облабызав братья, преподобный сподобился приобщить со святых тайн и сказал, «Слава Богу о всех! Аминь!» Предал дух свой Господу. Кончина преподобного Макария последовала 17 марта 1483 года, на 81 году его жизни. Оплаканный братья и преподобный Макарий погребен был близ построенной им деревянной церкви. Над его могилой сооружена была деревянная часовня и украшена святыми иконами. Подвиги преподобного при жизни создали почитатели основного им монастыря и после его блаженной кончины. Пожертвования притекали непрестанно. Так, в 1486 году князь Тверской Михаил Борисович пожал монастырю село Андреевское на Ворщине. Позже, в 1511 году князь Дмитровский Юрий Иванович числил за Калязинским монастырем несколько сел и деревень. Было много пожертвований и других менее знатных лиц. Построенный преподобным Макарием деревянный храм Пресвятой Троицы постепенно стал приходить в ветхость. Почитатели обители и ее основатели не замерили прийти на помощь всей нужде. В 1521 году Дмитровский купец Михаил Воронков пожелал построить на месте старой деревянной церкви каменную. Воронков в детстве видал преподобного Макария от своих родителей, много слышал о его подвижнической благочестивой жизни и всю жизнь питал к обители благоговейное почтение. Калязинский монастырь находился в уделе Дмитровского князя Юрия Ивановича, родного брата великого князя Московского Василия Ивановича. С разрешения этого князя, также усердного почитателя памяти преподобного Макария и его обители, и по благословению Тверского и Кашинского епископа Павла Нила, Воронков приступил к исполнению своего намерения при игумене Калязинского монастыря Яосафа. Тщательно была осмотрена местность для построения нового каменного храма, которому не вредила бы вода от озер. Остановились на более возвышенном месте с более твердым грунтом, сажениях в десятье от старой деревянной церкви. После водострятного молебна игумен Яосаф водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать ров для основания церкви. Стали копать. Место оказалось удобным, вода не выступала. При копании попадались кости прежде погребенных братьев. Но вот на том месте, где был погребен преподобный основатель монастыря, нашли целый гроб, не подвергшийся плению. От него исходило благоухание. Не смея тронуть его рабочие, тотчас известили игумена Яосафа, которая с умилением и слезами лобызала скопанный гроб. Ни минуты не сомневались, что это драгоценная находка из гроб Макария. По его распоряжению ударили в колокол. Собрались братья и множество окрестного народа. Сейчас же подле старой церкви устроили палатку и благоговейно подняв гроб из земли, перенесли его туда и ослужили над ним по нехиду. Затем вскрыли гроб. Разнеслось из него еще большее благоухание, и тело преподобного, лежавшее в земле 38 лет, оказалось нетленным. Даже ризы не пострадали и светлые были седины старца. Это событие произошло 26 мая 1521 года. Народ с умилением прославлял Господа, дивно прославляющего избранных своих. Многие недужные и немощные, с верой притекавшие к новообретенным мощам, получили исцеление. Игумены-братья, обрадованные такой благодатью, поспешили известить об этом Дмитровского князя Юрия Ивановича. Постный яромонах устно известил обо всем князю. Обрадованный князь стал ждать письменного извещения от игумена о совершившихся от мощей чудодейственных исцелений. Игумен Иосаф позаботился о том, чтобы были записаны важнейшие чудеса от мощей с именами получивших исцеление, и отправил эти записи к князю. Юрий Иванович немедленно отправился в Москву и известил обо всем совершившемся в Калязине брата своего великого князя Василия Ивановича, равно как и митрополита Даниила. Великий князь и митрополит поручили князю Юрию Ивановичу представить Москву самолично, хоть некоторых получивших исцеление от мощей преподобного. Представлены были многие и засвидетельствовали истину. Тогда великий князь и митрополит послали в Калязинский монастырь архимандритом московского чудового монастыря Иону для исследования на месте относительно всего, касающегося открывающихся мощей. Архимандрит Иона явился в Калязинский монастырь, убедился в нетлении мощей Макария и в их чудодейственной силе, и засвидетельствовал властям в Москве перед великим князем и митрополитом. Тогда великий князь и митрополит созвали в Москве собор из епископов, архимандритов, игуменов и других духовных лиц. Собору доложены были все обстоятельства и явления мощей преподобного Макария. Рассмотрена его святая жизнь и чудотворение как при жизни, так и по смерти от его мощей. Собор постановил причислить преподобного Макария Калязинского к лику святых и установил местное празднование ему в день кончины 17 марта и открытия мощей 26 мая. Непленные мощи преподобного Макария вскоре из временной палатки перенесены были в старую деревянную церковь, а потом переложены в новую дубовую раку и торжественно поставлено открыто на правой стороне новой каменной церкви, построенной купцом Воронковым. В Калязинском монастыре на обретение мощей стали петь службу, составленную Теодосием, тверетянином. Простота жизни Макария смущала некоторых и при его жизни, и заставляла сомневаться в святости его даже после открытия его мощей. Так уже спустя 10 лет по открытию мощей Макария вельможий инок старец Вастиан Патрикиев Сукаризный говорил о простоте жизни Макария и называл его мужиком сельским. Но митрополит Даниил на соборе заметил Вастиану, что если захочешь судить святых, так осудишь многих и в числе пророков и апостолов, и архиереев, и праведных, и преподобных. Для Бога в деле святости важно не телесное наружное благородие, а духовное внутреннее. На Московском церковном соборе 1547 года установлено было петь и праздновать повсюду в числе других и преподобному Макарию Калязинскому, причем он помещен в числе великих чудотворцев. При открытии мощей преподобного Макария было записано иноками Калязинского монастыря 14 чудес. Приведем некоторые из них. В странной приемнице или богодельне монастырской жил убогий человек по имени Иоанн, у него и сохли ноги, как дерево. Искорчились. Он целых 12 лет только ползал, опираясь руками на маленькую клюку. Увидев однажды, что у гроба преподобного священники служат молебстве, с трудом подполз к ним и просил помолиться о нем Господу и его угоднику. Священники, окропив его святою водой и открыв раку, хотели приподнять страдальца, чтобы он мог приложиться к святым мощам. Но в это самое время ноги его выпрямились, он встал сам и мог приложиться к святым мощам к изумлению и ужасу всех. С тех пор он стал совсем здоров. Дьякон Калязинского монастыря по имени Андрей, долго страдавший от сильнейшей боли в костях, принесен был к мощам преподобного и когда с верой приложился к ним, немедленно получил исцеление. И другие лица получили исцеление от различных болезней. Два монастырских крестьяна от умопомрачения, у одного странника, имевшего на правой руке три пальца, пригнутыми и приросшими к ладони. Скорченная рука разогнулась, когда он с молитвой прикоснулся ко гробу чудотворца. Одна женщина страдала опухолью, отеком всего тела, другая продолжительной глухотой, и обе получили исцеление после усердной молитвы угодника Божию. Некто юноша Григорий, неподвижно лежавший 10 лет в расслаблении, был принесен на Андрей и положен при гробе преподобного. С умилением он смотрел на раку, плакал и молился об исцелении. Мало по малу он стал чувствовать, что его ноги и руки начинают двигаться. Собравшись силами, он встал садра, чтобы припасть к святым мощам. Принесшие больного вместе с исцелившимися прославили Бога его угодника. Однажды пришел в обитель некий человек по имени Лаврентий и рассказал, что он два года страдал болезнью в ноге. А когда дал обещание постричься в Калязинском монастыре, то получилось исцеление. Когда он шел в монастырь, то на него напали разбойники. Изранены он повернул в Москву. Здесь постигла его слепота. В недоумении и отчаянии он вспомнил о своем обещании постричься в обители Макария. И прозрел. Теперь он пришел в монастырь исполнить свое обещание. Один знатный человек боярского рода по имени Иоанн пришел в Калязин монастырь и был встречен игуменом с подобающей честью. При возвращении домой игумен благословил богомольца иконой преподобного Макария. Боярин дома много рассказывал о чудесах преподобного. В числе его людей был расслаблен и Феодор по имени шесть лет лежавший в постели без движения. Благочестивый господин его принес к нему икону преподобного и велел служить молебен с водосвятием. Когда больного окропили святою водою, он встал в постели здоровым к удивлению и утешению всех окружающих. Некто Ануфрий бесноватый, привезенный с трудом из Новгорода, никак не хотел приблизиться к раке чудотворца и произносил хульные речи, так что его родственники хотели уже везти его обратно, и некоторые дерзнули даже укорять преподобного, что он не может исцелить больного. Напоследок, однако, они решили силой подвести его к чудотворной раке. Как только бесноватый коснулся раки, то с воплем упал на землю из пены и у рта. Присутствовавшие думали, что он уже умирает, и окропили его святою водою. Но страдалец внезапно очнулся и стал с полным сознанием спрашивать, где он находится. Получив ответ, он благоговейно облабызал мощи преподобного, вознес благодарственную горячую молитву и, подав милостыню в обители, здоровым возвратился на родину. Особенно много исцелений получили больные из соседних городов, где слава Макария распространялась как при жизни его, так и по смерти. Так получили исцеления кашинские жители, инок Варсонофий, бывший архимандрит монастыря Дмитриевского, а теперь оставшийся до конца жизни в Калязинском монастыре, кашинская инокиня Мария, долго страдавшая ногами, дитчок обители Макарьевой по имени Тимофей, заболевший расслаблением в городе Дмитрове, и, наконец, другой инок по имени Симеон, внезапно заболевший на Волге тяжкою болезнью. Предсмертные слова преподобного Макария оправдались. Оставленная им обитель не оскудела, а распространилась. Ее посещали московские цари и делали в нее богатые вклады. Так в 1553 году царь Иван Васильевич Грозный посетил обитель и пожаловал ей село Городище со всеми пустошами и двадцатью восьмью деревнями. В 1599 году приезжал в Калязинский монастырь царь Борис Федорович Годунов с супругой и детьми, чтобы помолиться и выпить просить благословение угодника Божия на предполагавшейся брак царевны Ксении с датским принцем Иоанном. Посетители принесли в дар преподобному Макарию великолепную серебряную раку, в которую в их присутствии переложены были мощи угодника. В смутное время самозванцев и царя Василия Ивановича Шуйского Калязин монастырь сделал сосредоточен важных событий и испытал «Великие бедствия». В 1609 году находилась в монастыре главная квартира знаменитого вождя русских войск князя Михаила Васильевича Скопина Шуйского, который 14 августа нанес здесь жестокое поражение Яну Сапеге с другими польскими вождями и русскими ворами или изменниками. Но в 1610 году монастырь постигло тяжкое бедствие. Князя Скопина Шуйского не было уже там, но часть войска еще оставалась. А один из польских вождей, смелый и алчный грабитель Лисовки, отовсюду отрезанный, решился с силой пробиться к польской границе из Суздали. Переправившись через Волгу, он неожиданно напал на Калязин монастырь. Находившийся там воевода, Жеребцов отчаянно защищался и делал вылазки из монастыря. Но неприятелям удалось поджечь деревянные стены монастыря, причем загорелись и другие здания. Жеребцов вынужден был сдаться. Враги перебили монахов и других, находившихся в монастыре людей, не исключая и воевода, Жеребцова. Монастырь был разграблен, мощи преподобного Макария были изринуты из раки, а самая рака, дар Годунова, была рассечена на три части и увезена неприятелями. Нелегко было монастырю оправиться после такого страшного разгрома. Но усердие богомольцев, возросшее вследствие важных заслуг монастыря при скопе Нишуйском и скорби о несчастном бедствии обители, равно как и старания настоятелей, дали возможность в скором времени все привести в порядок, возобновить попорченное и приступить даже к сооружению новых храмов и других зданий. В 1619 году Михаил Федорович посетил Калязинский монастырь и с теплой молитвой и благоговением прикладывался к чудотворным мощам преподобного Макария. Царь тогда пожертвовал в монастырь колокол, а после, в 1635 году, тот же царь пожертвовал другой большой колокол по отце своем, патриархе Филарете Никитичи. В 1648 году построена была каменная стена вокруг всего монастыря. В 1654 году, когда в Москве сирепцово-моровое поветрие супруга царя Алексея Михайловича Мария Иринича с детьми и всем двором, нашли убежище в Калязине монастыре. С нею был там и патриарх Никон. Царица с двором помещалась в построенном в 1641 году братском корпусе, того времени получившем название царского, а патриарх Никон в настоятельском, получившем с тех пор название патриаршего. Царица Марии в следующем 1655 году в память своего пребывания в Калязином монастыре исходатайствовала ему степень архимандрии. Как в XVII столетии, так и позже сооружались на монастыре новые храмы и перестраивались прежние, перестраивались и возобновлялись вновь и прочие здания. Всегда, как и теперь, монастырь посещался и посещается богомольцами, особенно из окрестных уездов Тверской и Ярославской губернии, а также из губернии Владимирской и Московской. Особенно много стекается богомольцев к 17 марта и 26 мая, дню обретения мощей преподобного. В этот день рака со святыми мощами преподобного Макария обносится вокруг главного монастырского храма Пресвятой Троицы, в котором она и находится всегда в арке, в пределе нерукотворенного образа спасителя. В 1764 году при учреждении монастырских штатов по описи владений Калязина монастыря числилось за ним 2303 крестьянских двора с 12 тысячами человек мужского пола. Монастырь отнесен к числу первоклассных. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова